Всем привет! Это снова канал Гуанны Кроликовод. Наконец-то спустя уже почти три месяца мы вернулись снова к контенту, к записям, к нашим кроликам. И, собственно, сегодня будет такое видео-вступление о том, что же будет дальше, чего ждать и так далее. Те, кто подписан на мой канал в Джене, они, в принципе, знали, что будет перерыв. Единственное, что насколько этот перерыв будет, мы не знали сами, поэтому я не могла написать, что ждите в мае, ждите в июне и так далее. Ну вот, сегодня у нас 22 апреля, и мы снова записываем видео с таким прекрасным кроликом. Это кролик декоративный у нас мальчик, это кролик нашего хозяйства. Вот такой он вышел. Мы будем потом стать ему девочкой. Да, возьмем направление не только мясное, но и вот такое вот декоративное, потому что, ну, уж очень не дался мальчик. Кстати, он подстрижен. Он вот был, вот весь такой вот шерстный, не знаю, видно там, не видно на камере. Ну вот, мы его подстригли для того, чтобы он не пачкался и не скатывался катышками. Так удобно содержать таких кроликов. А так это у нас порода ангора получилась. Вот такая вот, хорошенькая. Ангора смесь с калифорняшками. Поэтому вот, он имеет признаки калифорнии, но сам по себе такой фористский. Ну ладно, отвлеклась. Собственно, почему же был перерыв? У нас так случилось, что нам нужно было отъехать к себе на родину. Напомню для тех, кто не знает или только-только зашел на мой канал. Мы сами, получается, с Карелией. Переехали вот сюда, в Воронежскую область, получается, где-то полтора года назад. И вот нам очень-очень нужно было по финансовым делам, по семейным делам уехать обратно в Карелию. И из-за этого уезжали мы, кстати, ненадолго. То есть, да, там, это было скорее не уехать, что было именно поехать по гостям. Мы уехали всего лишь на две недели. Но, как вы понимаете, когда у тебя 70 голов кроликов плюс собака еще, не уехать так просто. Ну, никто не возьмет на себя ответственности соседей, там, знакомых новых, чтобы посмотреть за этим хозяйством. Поэтому так произошло, что мы вынуждены были продать просто-напросто. Очень большую часть хозяйства, просто колоссальную. Мы, получается, из 70-80 кроликов, которые были у нас на тот момент, а это были и взрослые кролики, и малыши, мы были вынуждены продать где-то 60-70 единиц. То есть, по итогу у нас осталось только три самочки, один самец и один такой приплод от самочки в количестве шести малышей. Малыши были очень маленькие, мы уезжали, им было всего лишь неделька. Стояли морозы, и мы очень переживали, что они замерзнут у нас. Ну, только тут все обошлось, все как бы нормально прошло. Мы приехали, и они все живы-здоровы. Ну, иди погуляй, иди. Такой вот мальчик. Ну и, в общем, вот, приехали мы, и получилось так, что мы стали облагателями небольшого количества денег на средства, и вплоть до того, что мы надумали переезжать. Переезжать или по Воронежской области, в какие-то другие районы, или вообще очень-очень далеко. Ну, и, как вы понимаете, когда сначала поездка, потом мысли о переезде, мысли были и до поездки. Просто мы не знали, как вообще получится, не получится у нас в финансовом плане, что вообще из поездки выйдет. Поэтому еще точно не знали. Ну, вот, решили переезжать, уже собирали вещи, все. Ну, вот, как вы видите, я все еще здесь, все еще на своем диване, все еще на своем диване со своими кроликами под диванами. Так что остались мы здесь. Учитывая все финансовые сейчас трудности в России, учитывая все коронавирусы, росты цен и так далее, просто мы побоялись, что при переезде потратить все, грубо говоря, до копейки, мы останемся ни с чем. Потому что кто его знает, как оно там будет на одном месте, что вообще это будет. Ну, вот так вот пришлось нам остаться. Ну, как пришлось, нам здесь нравится. Реально нравится. Просто, что мы хотели, например, если переезжать, то еще и вне, и уже, чтобы поискались морские волны, чтобы все эти закаты, рассветы, фрукты, в общем, думали о таком уже, о таком вот глобальном переезде. Но, как вы видите, не сложилось. И что же теперь будет? Что же теперь будет у нас? Мы, в принципе, будем кусать, кусать, иди гулять, иди, иди. Бояка, бояка, ты, да, такой ручной мальчик. Что же будет? И, друзья, ну, будем продолжать кролиководство, да, будем. Потому что кролики, это выгодно. Это реально выгодно. Даже с учетом того, что мы кормим их комбикармами, а не сеном и водой, нам это выгодно. И клиентская база такая-то у нас уже есть. Люди звонят, люди ждут кроликов наших. Потому что именно у нас самое вкусное мясо, на самом деле, по району. Потому что мы не скупаемся, мы не продаем людям старых кроликов. Мы продаем исключительно молодое мясо. То есть вот кролик у меня сейчас был 4 месяца именно уже, он уже большой. И если бы мы его не оставляли, он уже, все, это забойный вид. 3-4 месяца мы забиваем, дальше мы кроликов просто не держим. Если на что-то застаивается, то мы убираем себе морозилку. Так что вот так. Также мы будем развиваться дальше именно в сельском хозяйстве. То есть это модернизация кроликов. Это переход на породу. Мы уже приобрели несколько породистых кроликов, которых вы увидите дальше в моих роликах. Получается, будем заниматься птицей. Уже пришел инкубатор, на него я тоже сделаю обзор. Мы завели кур молодых на яйцо, на мясо. И плюс завели еще уточек. Уточки у нас тоже пойдут на мясо. И нам интересно, что же такого вообще воспроизводится. Это все. Ну, в общем, пытаться обеспечить себя по полностью и продавать наши излишки. Почему бы, собственно, и нет. Работа на себя сейчас в современном мире, это, наверное, единственное, благодаря чему, не побоюсь сказать такую фразу, вообще ты хочешь жить. Потому что, ну, вот эта жизнь, мы съездили снова на родину, в Трозовоз, и мы поняли, что та жизнь, в которой мы жили, она уже совсем не для нас. То есть город вообще ничем нас не привлекает, ни работая на дядю, ни сиденья в квартире. Квартира это теперь для нас вообще это ад какой-то. Серьезно, серьезно, потому что, да, вот я сейчас сижу с вами, да, у меня прелестный кролик. Я с вами разговариваю, общаюсь, я в своем дворе, как бы солнышко светит. Кстати, у нас тут было уже плюс 26 тени. Это вообще тут никакого юга не надо, ну, серьезно. Учитывая, что это Черноземье, да, это уже южная область. То есть с такими температурами, когда после вот этой всей зимней депрессии выходит солнце и палит плюс 26 к 7, ты понимаешь, что ты там, где ты искал. Так сказать, нашел себя именно в этом регионе, и тебе такая жизнь нравится. Также будем заниматься огородом, будем заниматься садом, делить саженцы сейчас, так как мы еще уже с мужем пробовали виноделие в прошлом году. И нам настолько понравилось, что мы решили, что нужно увеличивать объем. Во-первых, нам для себя-то не хватило, хотя там было бутылок, может быть, 15. То есть вот у нас растет вишня, получается, и растет яблони. Мы делали, соответственно, вино вишневое и сида. И нам не хватило 15 бутылок. Они там были по 0,7 или сколько там, ну, не литровые, по 0,7 они примерно были. В общем, не хватило, да. И мы поняли, что если мы остаемся здесь, то мы обязательно закладываем в сад, мы закладываем виноградники. Мы привозим клубнику, потому что хочется разнообразия именно ягод. Ну, как, живя в деревне, у тебя есть земля, и ты не пользуешься. То есть, да, там все-таки клубника та же самая, это не картошка, там за ней так много бегать не надо. Ну, и все-таки результат вкусная сладкая клубника, варенье, вино, компоты и так далее. Ну, хочется, конечно. Так что вот, друзья, мы вернулись. Мы будем снова вот это вот все наращивать, все изучать с нуля. Канал у меня об изучении с нуля. О становлении своего какого-то дела с нуля. О вообще переезде с нуля. О том, как выбирать дом, о том, как выбирать участок. Много или мало, допустим, да, там вот вопросы такие по участку. Люди, когда с городов уезжают в деревню, ты сначала представления просто не имеешь, сколько тебе, например, нужен участок по соткам, да, там. И я вас заверяю, что 10 соток участка – это очень мало. То есть, да, если вы точно так же вот грезите, перевезите в деревню, старайтесь брать как можно больше участок, но, конечно, в пределе разумного. То есть, да, если вы не собираетесь там огороды держать, скотину и так далее, то, поверьте, вам нужно где-то 15 соток. Даже вот с таким учетом. То есть, 15 соток – это без ничего. У нас вот на 12 сотках, конечно, умещается, как птички, небольшой огород там, да, этого хватает. Но уже какие-то строения особо не поставишь. То есть, из тех же самых кроликов нужно будет уже искать, так скажем, дополнительные земли, дополнительные участки, выкупать их. И там уже ставить какую-то вот троличь и вазу, так скажем. То есть, вот канал будет об этом, о всем с нуля. Так все будем изучать. Всеводство с нуля. Кролиководство уже, конечно, не с нуля. Но так как до этого момента были ролики, где начинали именно с нуля, вы можете все это найти, все это можете посмотреть. Так что вот. Такие у нас грандиозные планы. Будем развиваться, будем облагораживать наш участок. Ах ты какой! Раскрыл мой некрасивый диван. Да. Что ты делаешь? Посиди спокойно. Кролику, конечно, не сидишь. Это лучше. Так. Давайте прервемся, я его отнесу. Вот я вернулась. В общем, будет все. Ждите новых роликов, ждите нас. Здесь мы вернулись в котель. Все здорово. Будем все начинать. Птицы, огород, сад, кролики. Все это пойдет. Пойдет обзоры на технику. Потому что на самом деле, вот когда ищешь те же самые инкубаторы, да, там, какие-то коптилки и так далее, вот так смотришь, кучу всяких разных обзоров делают люди, но, если честно, не обозревают именно то, что действительно волнует при покупке. А волнует при покупке достаточно много, как бы, вещей и как вообще, вплоть до того, как первый раз запускать эту всю технику. Потому что мы вот купили сейчас инкубатор, мы собирали его где-то час. Да, вот так вот. Потому что даже несмотря на то, что фирма русская, инструкция явно там не на русском языке написана. И вообще, это, там, сборная солянка какая-то в инструкции от разных приборов, да, там, в общем, кошмар. Все будем делать, все будем делать сами, все будем делать с нуля. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч!